Всем привет! С вами канал Gloves & Kit и сегодня мы рассмотрим, пожалуй, самые удобные бутсы для вратаря. Adidas 18 Plus Predator Laceless. В общем-то, главным вопросом для любого вратаря во время игры всегда были шнурки. Они постоянно развязывались и в перчатках было невозможно их завязать. Можно попросить судью остановить игру, но порой случаются важные моменты, в которые вы просто не можете остановиться. У вас идет опасная атака и вам нужно быть максимально сосредоточенным на игре. И этот чертов шнурок так подло развязался прямо сейчас. Теперь эту проблему легко решить. В последнее время стали распространены бутсы без шнурков и многие задаются вопросом, а сидят ли они по ноге достаточно плотно? На самом деле, конечно, ключевое здесь это подбор размера. Очень важно несколько раз померить бутсы, понять точно, половинка нужна или цельный размер. У меня, например, с этим возникла небольшая проблема. Дело в том, что бутсы я обычно ношу размера US-10, но в этих мне пришлось спуститься на полразмера меньше, поскольку в US-10 у меня был слишком большой запас в длину. Я спустился на полразмера меньше и произошла ситуация, в которой бутсы настолько сдавили мне ногу, что в какой-то момент ощущалось, что прилив крови к ноге остановился. Разумеется, что это было не так, но ощущение не самое комфортное, я вам скажу. В первое время мне пришлось играть в них без стельки. Скажу, что играть без стельки это совсем не самое комфортное чувство, особенно если вы играете на искусственном газоне, поскольку ощущение, как будто вы босиком прыгаете по асфальту. Но это было важно перетерпеть, буквально три тренировки. Правда, я вставляю стельку от своих старых бутс, которая более тонкая. И вот почему. Взгляните на эту стельку. Стелька выполнена с технологией Adidas Boost, которая применялась у них ранее в кроссовках. Технология Boost обеспечивает максимальную амортизацию и комфорт в вашей ноге при беге, и как следствие играть в футбол в ней очень удобно, но при одном условии, если бутсы сидят на вас как влитые. У меня же эта проблема возникла, стелька слишком толстая для меня, поэтому мне пришлось взять стельку со старых бутс. Но я думаю, что еще немного они разносятся, и я смогу уже применить стандартную Adidas стельку. Стоит заметить, что в комплекте идет две стельки. Одна идет Boost, а вторая более тонкая, ближе к обычной. Adidas уже ранее выпускал бутсы без шнурков, и что стоит отметить из интересных особенностей. Взгляните на ту часть бутсы, на которой должны быть шнурки. Раньше на бутсах Adidas была такая лычка, за которую вы могли оттянуть, и она как бы освобождала пространство в ноге, затем вы ее отпускаете, и бутса плотно прилегает к ногу. Очень крутая вещь, честно говоря, я не знаю, почему Adidas от нее отказались, по факту это было очень-очень удобно. Сейчас, на удивление, бутсы надевать удобно, то есть я думал в первое время, что я в принципе не смогу это сделать, но, несмотря на отсутствие каких-либо вспомогательных механизмов в бутсах, надеваются они довольно легко, и никаких проблем они не создают. Разумеется, Adidas пришлось изрядно постараться, чтобы сделать бутсы максимально комфортными при отсутствии такого удобного механизма регулировки, как шнурки. В бутсе выполнена технология Control Skin, которая сочетает в себе несколько качеств. Во-первых, она обеспечивает комфорт в вашей ноге, во-вторых, она делает так, чтобы бутсу не было слишком сложно надеть, и, в-третьих, сочетает в себе несочетаемое плотность без шнурков. Все технологии, которые применены с точки зрения материалов, здесь обеспечивают одну важную особенность, за которую переживают многие, кто переходит с шнурковых бутс на бесшнурковые. При том, что они сидят плотно, они не сдавливают адски ногу, то есть человек, который играл всю жизнь в бутсах со шнурком, не понимает, они либо будут болтаться, либо так сдавят ногу, что будет невозможно бегать. Но здесь все выполнено так здорово, что вы абсолютно не ощущаете, что эти бутсы какие-то не такие, какие-то неправильные. Но еще раз уточню, при этом важно подобрать ваш размер. В бутсах выполнено 11 шипов. Касаемо сцепления с газоном, могу сказать, что это, наверное, одни из лучших бутс с точки зрения сцепления с, по крайней мере, искусственным газоном, которые у меня были. А были у меня Mizuno, Nike, в общем-то, разные производители с разными типами шипов, будто плавники или, как здесь вы можете видеть, треугольники. Эта модель бутс стоит довольно дорого, и многие задаются вопросом, за что здесь такая цена, стоит ли вообще переплачивать. Но однозначно стоит сказать, что это крутая технология. Видно, что в бутсах много что сделано, начиная от подошвы и заканчивая верхним покрытием бутс. Все эти текстильные вставки и прочее, прочее. На самом деле, это стоит достаточно больших усилий производителю сделать комфортные и абсолютно нестандартные бутсы. Рельеф на верхней поверхности бутса обеспечивает максимальный контроль мяча в любых погодных условиях. И проверено в деле, я играл в них и в очень сильный дождь, и, разумеется, в сухую погоду. Потому что мяч чувствуется очень круто, легко принять, обработать даже самую сильную передачу. И я даже заметил по себе, что у меня диагональные передачи стали точнее в этих бутсах. Не знаю, то ли это мой личный взгляд, и мне просто так кажется, то ли это действительно факт, но бутсы очень удобные, очень классные. Еще первое время я, когда играл, смотрел вниз и думал, не развязался ли у меня шнурок. Но нет, забудьте теперь об этом. Теперь главная проблема вратарей решена. Adidas сделал все, чтобы удивить нас в этой модели, и начинают они все это с коробки. Посмотрите, насколько она классная, она выполнена как будто в презентационной модели. Вы открываете ее, и бутсы выходят на вас. Это очень круто, очень стильно, очень прикольно. Сразу видно, что Adidas позиционирует ее как свою топовую модель, в которую они вложили все многолетние разработки и технологии компании. Ну и что, разумеется, с бутсами вы получите вот такую вот сумочку для переноски. Итак, стоит зарезюмировать все, что было сказано ранее в этом обзоре-тесте. Первое. Стоит ли бутсы своих денег? Да, однозначно стоит. Если сравнивать даже с другими производителями, будь то Nike, Puma или, например, Mizuno. У Mizuno, к примеру, есть и более дорогие модели, но там кожа кенгуру, ручная работа, все очень круто, здорово. Здесь же вы конкретно платите за технологии, и видно, за что вы платите. Вы платите за то, что бутсы не пережимают вам ногу и при этом не болтаются. Вы платите здесь за качественные материалы. Да просто за все материалы. Как только вы возьмете бутсы в руки, вы однозначно поймете, что они стоят своих денег. Второй момент. Комфортно ли в них? Очень комфортно. Но важно подобрать свой размер. Да, они хорошо разнашиваются. То есть редко можно разносить бутсы, выполненные из искусственных материалов. Но, на мое удивление, три тренировки, и сейчас я уже играю со стелькой. Хотя, честно говоря, по-первых, я думал, что я так и буду всю жизнь играть без стельки в этих бутсах. Нет, все хорошо, они действительно разнашиваются. Плюс можно применить некоторые трюки с горячей водой и все такое прочее. Но я, честно говоря, с этим опыта не имел. Третье. Является ли это решением для вратаря? Однозначно да. Бутсы без шнурков это лучшее, что могли придумать для вратарей. Ну и, разумеется, сочетание бутс Predator и перчаток Predator доставляет мне истинное эстетическое удовольствие. Все футболисты по сути своей немного пижоны. И мне очень нравится то, что у меня на данный момент перчатки идеально сочетаются с бутсами. Это тоже некий такой приятный момент. Что вы думаете по поводу этой модели Predator 18 Plus Laceless? Нравится ли она вам? Думаете ли вы, что это действительно решение для вратаря? Пишите свое мнение в комментариях под видео. Ну и надеюсь, что у нас получилось интересно и информативно рассказать вам об этой модели. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, в которой, кстати, можно приобрести эти бутсы. А также подписывайтесь на наш Instagram. Там мы делаем много коротких обзоров. С вами был канал Gloves and Kid. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok